Сегодня отмечается Всемирный день без табака. Его тема в этом году – защита детей от вмешательства табачной промышленности. Чтобы донести актуальную информацию о вреде пагубной привычки, в Бресте прошла пресс-конференция, организованная областным центром гигиены и эпидемиологии общественного здоровья. Согласно исследованиям специалистов в Брестской области, доля курящих в возрастной группе от 18 до 59 лет составляет порядка 23%, чуть меньше среди подростков. На пачках сигарет Минздрав печатает страшные диагнозы – от слепоты до онкозаболеваний. Зато маленькая цветная электронная сигарета выглядит практически как игрушка. Но специалисты утверждают, не стоит обольщаться. И то, и другое одинаково опасно приводит к тяжелой зависимости и страшным последствиям. Смертность от рака легких у курящих людей в 20 раз выше, чем у тех, кто не имеет этой вредной привычки. А курение в юном возрасте отражается на умственном и физическом здоровье. Табачная промышленность, имея миллиардные доходы, безусловно, она заинтересована в пополнении курильщиков. Ну и, безусловно, это, как правило, подрастающее поколение, которое попадает в эти сети. Попадая в зависимость, некоторые подростки, чтобы получить электронную сигарету, даже решаются на грабеж. В этом году совершено два таких преступления. Совершеннолетний, либо взрослый человек хочет продать электронную систему курения, договариваться о встрече, там, в честном месте, где кому-нибудь приходят. Подросток посмотрел, посмотрел. Ну, естественно, что он меньше, быстрее, спортивнее и убегает с этой сигаретой. А это уже образуется состав непосредственно для бежан. Благодаря пропаганде здорового образа жизни и ряду ограничений и запретов в последние годы наблюдается тенденция к снижению потребления табачных изделий и никотина, содержащей продукции. Но это не повод для успокоения. Объединение усилий против глобальной никотиновой эпидемии помогает всё большему количеству людей сделать правильный выбор и освободиться от пагубных привычек. Людмила Логодич, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».